приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и недостатке сегодня в этом видео мы уделим внимание народным приметам на 22 августа поговорим о том что бессмысленно делать на матвея ненастного что нельзя делать чтобы не в не привлечь неприятности и проблемы а также поговорим о том что нужно обязательно сделать в этот день далее все более подробно 22 августа в народном календаре этот день отмечен как матвеев день православные христиан и чтят сегодня преподобного матфея наши предки верили что именно на матфея змеи заползают в хлева и присасываются к вы имени коров связи с этим у этого дня было еще одно название и это было змеясос но давайте мы вернемся к немножечко к православному календарю и вспомним что матфей это был один из и учеников иисуса христа после предательства иуды и вознесения господня он был избран 12 апостолом и проповедовал во многих городах много раз жизни матфея угрожала опасность но каждый раз он чудом избегал беды при этом апостол исцелял больных очищал прокаженных и умел даже воскрешать умерших во времена служения и проповедования слова божьего в иудее апостол матфей совершил много чудес известно что он исцелял людей от заболеваний избавлял их от темных сил и даже воскрешал однако иудейские гонители христиан вызвали апостола на суд и подпит потребовали от матфея придать его веру иудеи поняли что апостол не собирается отказываться от веры во христа его осудили забили камнями а затем отрубили преподобному голову а в народе как мы уже сказали в начале видео этот день назвали змеесосом и связано это с тем что змеи в этот день совершали нападение дан на домашний скот а именно на коров они впивались в имя коровы и высасывали все молоко у животного и это очень плохо сказывалось на самочувствие коров поэтому хозяева не выпускали их из загонов в день матфея 22 августа самостоятельно доить корову было принято только за за закрытой дверью зажав ногами ведро для молока наши предки считали что таким образом она не испортится в таком случае нельзя в день змея соса было подавать молоко к столу в сыром виде в этот день она быстро скисала и становилась непригодным поэтому люди заранее сами делали из него творог или закваску можно было и протомить молоко в печи только тогда его можно было пить или есть без опасений но кислое молоко ни в коем случае не выбрасывали из него делали блинчики или оладьи и с помощью такого обряда можно было отвести от коров злые беды осень уже все ближе и ближе подбиралась к людям с этого дня дожди переставали быть приятными и теплыми становились зябкими воздух уже не был такой разогретый солнцем со дня матфея утро становилась холодным и неприятным а тучи все чаще покрывали небо в ожидании скорых дождей пока еще оставался урожай на огороде хозяйки спешили собрать зелень они вырывали лук укроп петрушечку и другие растения чтобы заготовить это все на зиму зелень нужно было промыть в воде из колодца после чего связать небольшими пучками далее хозяйки клали их на печь и высушивали а после хранили в мешочках из льняной ткани он сохраняет запах зелени и и целебные и вкусовые свойства святого матфея почитали зажиточные крестьяне и купцы потому что со дня его памяти повсеместно начинали готовиться к ярмаркам народе даже верили что святой остужает суету и торопливость которую только вредят при заключении сделок и дает напутствие в торговле также этот день благоприятен для приготовления блюд из молока в древности на матвея изготавливали творог сметану и сыр и считалось что благополучие в дом приносят оладий и блины поэтому все хозяйки старались накормить ими при этом не только своих домочадцев но и соседей а также прохожих наши предки верили что эти именно угощения приносят плодородие и достаток сегодня ни в коем случае нельзя было хвастаться перед знакомыми иначе можно ли было лишиться того что у вас есть не стоит также сегодня ссориться иначе есть риск потерять хорошие отношения с близкими людьми наши предки никогда не выгоняли на матвея в день животных на улицу считаю что это крайне неудачная идея и животное могло подцепить хворь и в скором времени умереть 22 августа наши предки не надевали никаких металлических украшений считалось что именно такие украшения могут отпугнуть удачу от человека а еще в этот день запрещалось смотреть на луну так как наши предки считали что на матвея якобы луна несет несчастье а вот хорошие народные приметы кстати являлась наступление холодов и пасмурная погода в этот день принято было делать из молока разную продукцию это были из закваски и творог сыр и прочее народ делал во время праздничного события оладий и блины и они символизировали солнце которое приносит жизнь радость и успех традиционно в этот день наши предки сушили на зиму зелень петрушку зеленый лук и вы знаете можно также и заморозить такие зеленые продукты на зимний период в холодильной камере потому что трава сохраняет себе большое количество полезных минералов и витаминов когда хранится именно замороженном состоянии хозяйки в этот день привлекали удачу и богатство выпекая вкусные блины и оладьи а раздавали всем и друзьям и соседям и даже угощали прохожих также наши предки знали что нельзя было делать 22 августа и запрещалось в этот день хвастаться перед знакомыми совершенно неважно чем вы вздумали хвастаться этого лучше в этот день не делать в противном случае у вас могут отнять то чему вы так радовались и гордились поэтому в этот день язык лучше держите за зубами не рекомендуется в этот день ссориться с близкими людьми иначе вы рискуете испортить отношения с родными и близкими людьми на долгие годы в этот день запрещается чревоугодничать и употреблять спиртные напитки торжество необходимо отметить в кругу семьи вот идеале если вы сделаете это за семейной трапезой также как мы уже сказали ранее 22 августа строго-настрого было защитно запрещено носить металлические украшения пить травяные настойки потирать руку об руку и смотреть на луну в этот день также запрещалась работа в поле и выгон коров на пастбище матфея день как говорят суеверный нельзя было смотреть на луну это могло привлечь в дом беды также в день матфея запрещалось пить не кипяченое молоко наши предки верили что так можно навлечь и на свою семью несчастье и болезни на руси верили что если в этот день потереть ладони одна а другой то вскоре можно остаться без денег поэтому лучше в этот день этого не делайте конечно же в этот день во острова августа были и счастливые народные приметы которые передались нам от наших предков поэтому вот и день будет хорошо если вы нечаянно прольете молоко а хлеб ваших руках покрошится также обращаем ваше внимание что в этот день если вам приходится ездить в общественном транспорте то не садитесь рядом с инвалидами и людьми которые лишены конечности потому что таким образом вы также себе можете привлечь определенные проблемы и неприятности которые будут связаны с вашим здоровьем обратите пожалуйста внимание на такие народные приметы потому что наши предки недаром нам об этом говорили потому что они знали и понимали что же их может ждать вот такие друзья народные приметы на с вами на 22 августа с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии а прямо сейчас на экране друзья видите два прямоугольника это следующее видео для вас нажимайте на то видео которое на интуитивном видео на интуитивном уровне вам интереснее смотрите там многоценной важной нужной и интересной для вас информации всех вам благ друзья услышимся с вами в следующем видео